С заботой об экологии. Сотрудники профсоюза компании «Газпром Добыча Краснодар» провели в Славянском районе «Велопробег». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». В экологическое путешествие по Приазовскому заказнику вместе с работниками предприятия отправились и наши корреспонденты. Подробности в следующем материале выпуска. Экологический велопробег, организованный профсоюзом компании «Газпром Добыча Краснодар», в Славянском районе проводится уже второй год. Место проведения – Черноярковское сельское поселение – выбрано не случайно. Здесь находятся производственные объекты компании. Данный велопробег уже приобретает рамки традиционные. В прошлом году мы проводили его, он был посвящен году экологии. В этом году он посвящен Всероссийской акции «Вместе ярче». Здесь и ученики местных школ. Почему именно местных школ? Потому что мы пытаемся профориентационные мероприятия проводить для школьников тех поселений, где находятся наши объекты. Славянский район является одним из важных наших социальных партнеров в связи с тем, что очень большое количество наших объектов расположены как раз на территории Славянского района. Ну и самое главное еще – то, что экологически чистый вид транспорта, популяризация именно велосипеда, как средство экологического транспорта и здорового образа жизни. К участию во всех своих акциях компания «Газпромдобыча Краснодар» старается привлекать школьников. Делается это для того, чтобы с ранних лет дети начинали задумываться о выборе своей будущей профессии. Возможно, кто-то из этих ребят, побывавших на экскурсии и послушавших, как работает установка подготовки газа, также захочет связать свою жизнь с газодобывающим делом. Пока школьники знакомились с производственным объектом, участники велопробега готовились к старту. После проведения инструктажа по технике безопасности они отправились в путь. В велопробеге приняло участие 79 велосипедистов, сотрудников предприятия и жителей Черноярковского сельского поселения. Участники акции преодолели в общей сложности около 20 километров, сделав по пути следования несколько остановок, во время которых их познакомили с историей и спецификой добычи газа в этом районе, а также флорой и фауной территории. Настроение прекрасное, пейзажи очень красивые здесь, этот заповедник просто прекрасен. Пока не увидели живности, но надеемся еще встретим кого-нибудь. В целом это уже второй велопробег, на котором я участвую. Он не проходит очень здорово, очень весело и, как видите, собирают много людей. Эти экологические привычки, они входят уже у людей в норму. На сегодняшний день, с учетом пробок и количества выбросов атмосферного воздуха в мегаполисах, велосипед – это действительно становится оптимальный экологический транспорт. Поэтому вот сегодняшняя акция в том числе направлена на то, чтобы призвать людей, начиная от наших сотрудников, жителей регионов, где мы осуществляем свою деятельность, перейти максимально на использование экологически чистого транспорта велосипеда. Прекрасная погода и завораживающие пейзажи при Азовского заказника сделали экологическое путешествие незабываемым. Завершилось оно на побережье Азовского моря. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».